Ну, хочу сказать, что я ни одной секунды не пожалела. И даже вчера, когда я поняла, что это уже предпоследний день, наступило такое чувство, как будто мне чего-то очень сильно будет не хватать. Вот. Но я себя как бы успокоила, что я здесь приобрела новых друзей, что я теперь всегда буду находиться как бы в потоке, на связи. Вот. И как-то вот это вот чувство беспокойства немножечко так улеглось, скажем. Да. Ну, конечно же, вы уже будете погружаться ещё в группе и не раз, и практиковаться, и на площадках. В принципе, да, очень многое было понятно. Есть, конечно, моменты, когда вот именно работа гипнолога, где ещё требуется всё равно как бы проработать алгоритм. Но я думаю, что это не составит труда, учитывая, что у нас есть записи. И как бы я для себя, ну, уже зная, как я воспринимаю информацию, я хочу как бы завести вообще отдельную тетрадь такую, где я буду конспектировать. И, естественно, когда это будет происходить, я буду ещё более серьёзно к этому относиться и принимать эту информацию. Как твоя практика прошла как клиента? Как себя чувствуешь после практики? Ну, скажем так, вот именно в первый день, когда вот у нас была утренняя загрузка, я заметила, что вообще вот весь день я такая ходила, у меня улыбка вообще не сходила с лица. То есть то, о чём мне говорили вот раньше, да, что вот любая фотография, которую с меня делали, мне спрашивали, что у тебя с лицом, почему у тебя такое лицо. То вот сейчас, как бы я даже, глядя на себя в зеркало, я заметила, что я всё время улыбаюсь. Вот. Состояние было такое, знаете, мои тараканы успокоились. Разбежались. Самое интересное, что ты сам вот на физическом плане, ты вообще кайфуешь от этой тишины и ты понимаешь, что, да, это, наверное, вот то, чего очень часто не хватает людям. Ну и, в принципе, мне не хватало, да, чтобы вот этот вот бег успокоить, сказать, ну всё, хватит, хватит уже. То есть вот эти вот мысли они не давали. То есть одно состояние мысли переходило в другое. Вот. А после сеанса это такой вот комфорт, тишина. И ты можешь, скажем так, прислушаться к самой себе и даже что-то спросить и разобраться. И я вчера даже заметила, что вот когда были несколько моментов, да, чтобы вывести меня из равновесия вот этого, сердце так опс, так немножко так тук-тук. А я так думаю, Наташ, тебе это надо, всё спокойно, всё хорошо, всё гармонично. И я, даже общаясь со своим ребёнком, я выдержала такую колоссальную атаку от неё, и я ни на минуту как бы не превысила голос, то, чего раньше я вообще за собой не наблюдала. Класс, класс. Великолепно, потрясающе. Я первый раз на курсе что-то увидела. Я немножко по-другому представляла, ну, вот это слиперство я представляла, вылезет какой-то экранчик, как говорят, да, ну, как фильмом будет показываться что-то, но это вообще не так. Ну, и тут я хотя бы, ну, пришло понимание, как это видеть. Ну, начнём с того, вот, как я сюда пришла, да, я очень много прослушала каналов уже, ну, не знаю, сколько времени. И на одном из каналов я вот услышала людей, которые, видимо, может, твои ученики, да, которым ты помог вылечить сына. И так прям у меня, знаешь, ну, прям ещё ёкнуло, что надо идти на твой канал. Вот так вот я перешла и начала слушать все подряд ролики, некоторые по два-три раза. Да, большая тебе благодарность, что делаешь и просто видео, да, и отзывы. На отзывы очень обращала внимание, это помогает реально, как бы, ну, смотришь, люди разные абсолютно, да, прислушиваешься. И нужная информация. Всё предельно понятно, всё ясно, всё структурировано, вся информация. Нам разжевали, в рот положили, только вот брать и действовать, да, как говорится. Опыт вообще, ну, потрясающий. А гипнолога, ну, нормально, в принципе, всё хорошо было. Гипнологам даже чуть больше понравилось, потому как слиперам, ну, мне показалось, я не всё вижу ещё. Что хочется пожелать, да, тем, кто думает идти, как бы, да, или нет. И если это возникло желание, да, то не просто так. Значит, пора. Это зов души, да. А если вы сомневаетесь, то это интерференты. Ну, либо ещё рано. Либо рано, да. Я элитерикой занимаюсь, конечно, давно и занималась разными. И психологией, и астрологией, и нумерологией разными. Ну, было очень интересно. А ваше видео я начала где-то, видела два года назад. Давно собиралась пойти к вам учиться, но как бы мне не хватало одного пазла, чтобы вышла целая картина. И вот как раз я подумала, что это как раз будет то, что мне нужно. И много было времени. А вот сейчас, хотела в июне, в июне я не успела. А вот на июне уже написалось. Как раз мне было время, и поэтому я решила пройти этот курс. И этот курс, информация, которую ты давал Тимур, она прямо входит, прямо, ну, не знаю, сразу всё запоминается. Прямо очень интересно. Резонирует, да? Резонирует. Прямо вот как будто вот всё прослушал, и всё прямо входит и входит, прям потоком идёт. Это так интересно. Поэтому я... Понятно всё было? Всё понятно. Прямо всё теория так понятно. Но сразу как бы всё вместе, как бы каждый день слушаешь, всё входит, понятно. Но потом нужно всё переработать ещё, конечно. Нужно время для того, чтобы переработать. Понравилось ли всё как гипнолог? Как гипнолог понравилось. Но вот когда мне попался как раз с самого начала такой сеанс, который больше пяти часов, по-моему, длился, и такая ситуация неординарная с самого начала. И сразу возник как бы не хватает вот именно слов, которые вот нужно использовать вот в данный момент. Вот не знаешь, как повести себя в данном моменте, чтобы не навредить, чтобы вот именно знать вот именно какие слова нужно использовать вот в этой ситуации. Вот этого, конечно, не хватало. И не знаешь как бы с самого начала сразу вот как включиться в эту систему. И я поняла, что нужно знать уже всё это, что было в голове, чтобы знать, что в данный момент скучать. Вот именно использовать какие слова нужно именно в этот момент. Ну, конечно, интересно было, очень увлекаюсь. Как я видела, но правда с самого начала мне мешали смотреть, а потом я видела. Но я не знаю, как вот нужно видеть. Но видела по-разному, конечно, и картинками, и цифрами, и прямо как и прямо аж выражение. Ну, как образы, образы видела по-разному, разное видела. Мне как бы, мне этот сеанс понравился тем, что ещё во время сеанса как бы я уже имела эту информацию со своим высшим «Я», откуда я пришла. И я уже получала эту информацию как из «Мир ангелов». И они мне, ну, я их во сне, через сны, я вижу вещи, через сны, и они через сны мне давали всегда информацию. И поэтому эти сны, которые я видела, связаны с ними, они даже если я видела 10 лет назад, 5 лет назад, как они во флешке, они всегда в памяти. Можно вытащить, посмотреть, пересмотреть, это всё сохраняется. Поэтому было, это интересно в том плане, что получается, что то, что я делаю, я делаю всё правильно, подтвердили моё высшее «Я», что я иду по своей дороге и иду правильно. Это мне как-то дало больше уверенности в том, что я делаю. Я сказала бы всем, кто вот желает, вот это есть идея, как вот, особенно вот твой голос, как когда вот слышишь голос, сразу он как-то заряжает, притягивает. И вот поэтому все видео я пересматривала, и мне было так интересно, прямо увлекало. Даже не замечаешь время, как проходит, как будто живёшь в этом мире. Очень интересно, я бы слышала, всем, кто бы хотел пойти учиться, шли бы сразу по зову своей души. Благодарю. Потому что каждая душа притягивает и тянет. Благодарю. Изначально сеансы мне Ваша скидывала знакомая, входила в них не сразу, но всё больше-больше погружалась, больше интересовалась. Вот, потом прошла чистку по фото у Инны Искана, которым очень благодарна, потому что очень интересный триллер. А результат был, кроме триллера, сам? Да, да, конечно, конечно, очень был результат, и он как бы до сих пор поддерживается. Потом Наталья с Павлом ещё усилили этот результат, когда вот у меня случилась неприятность с ребёнком. И как бы вот опять же пришла именно на курсы, потому что, ну, понимать понимала, ощущала всё, ну, искала подтверждение своим чувствам. Всё, душа поёт, я за ребёнка счастлива. Я люблю мир ещё больше, чем любила. Это не передать, это вот, это внутри. На всё смотришь, и вот любовь тебя переполняет. Даже на ту же ворчащую бабку, даже на ту собаку, которая от злости гавкает. Вот буквально на всё, с чем сталкиваешься в этом мире. Если мысль прошла уже, то, значит, надо идти. Несмотря там на финансовое составляющее, потому что, ну, скажем так, зарплата у меня очень маленькая. Она у меня прожиточный минимум России. И на эти курсы я нашла деньги. И мне всё равно было как-то вернуться, а не мне не вернуться. Я это делала именно для себя. Уважаемые друзья и гости канала, мы продолжаем в целях благотворительных акций. Проводить розыгрыши без оплатных сеансов. Они будут проходить два раза в месяц, по пятницам. Чтобы участвовать в розыгрыше, вам необходимо выполнить три обязательных условия. Первое. Быть подписанным на канал. Второе. Поставить лайк под этим видео или под другим видео, в котором вы хотите участвовать. И третье. Оставить осмысленный отзыв или комментарий о том видео, которое вы просмотрели, о том сеансе гипноза. Желаю всем удачи в розыгрыше. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok